Книга выдачи дипломов, альбомы со старинными фотографиями школьной дневники и атрибутика 20 века. Столетняя история 4-й школы города Кокшетау обрела достойное место. В честь юбилея в образовательном учреждении открылся школьный музей. Вместе с педагогическим коллективом, учителями-ветеранами, выдающимися выпускниками, учениками и родителями на торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Вековая история 4-й школы началась в 1924 году. В музее представлена информация о педагогах, которые стояли у истоков школы, архивные упоминания о ней. Подчеркивается, финансирование для музея небюджетное. Этот проект реализован благодаря меценатству выпускников и ветеранов педагогического труда. Сегодня для нас состоялось торжественное событие – открытие школьного музея, посвященное столетию нашей школы. Данный музей является сердцем нашей школы. Именно здесь мы планируем собираться с ветеранами труда, с коллегами, с выпускниками. Экспозиция готовилась на протяжении нескольких лет. Мы сейчас в процессе сбора различных экспонатов. На данный момент музей хранит архивную информацию. Использовали архив города Кокшетау и наш школьный архив. В витринах музея хранится материальная история школы. Также представлена информация о выпускниках, которые прославляют имя школы на уровне города Кокшетау, области и республики. Елена Павловна Брайт – одна из педагогов, ушедших на заслуженный отдых. Проработала в четвёртой школе более 30 лет. Начинала учителем начальных классов, далее преподавала географию. Уже пять лет на пенсии, однако продолжает принимать активное участие в жизни школы. «Школу обожаю, люблю, люблю свой коллектив. Очень благодарные дети, хорошие педагоги. А сейчас, я хочу сказать, школа обновилась, замечательная школа такая стала, замечательный музей. Большое спасибо коллективу, что не забывают нас, всегда приглашают на все мероприятия, которые проходят в школе. Благодарны, что коллектив такой замечательный сохранился в школе, что дружные, что замечательно встречаются. Отдельная часть музея – это карта и различная информация, посвящённая Канышу Садпаеву. В областном центре нет школы имени этого великого учёного. В будущем четвёртая школа надеется, что ей будет присвоено имя Каныша Садпаева.